Комментарий неделицы Вспомнив, как летом в подполье моего дровяного сарая обосновалась гадюка, которая целыми днями грелась на солнышке, свернувшись калачиком на камешках. Где-то неделю я наблюдал вблизи за этим неагрессивным, чем-то привлекательным и даже красивым созданием. Но от этого соседства все же надо было избавляться, поскольку дети по двору бегают, друзья приезжают в гости. Короче, по совету знающих людей, я ликвидировал удобство жизни змеи во дворе своего дома. Убрал камни от сарая и засыпал земной щели в сарайное подполье. И гадюка уползла. И вот я подумал, что и недоброкачественные политики существуют только потому, что люди, избиратели, создают для них благоприятные условия существования. Десятилетиями уже многие русскоязычные избиратели ведутся на одну и ту же пустопорожную болтовню. Одни болтуны уходят. Кто сейчас вспомнит фамилии так называемых русских политиков, блиставших своим косноязычием в девяностые годы? Да практически никто. Единицы может быть. Но им на смену пришли новые наперсточники. И русская избирательная карусель пошла по новому кругу. Кажется, что замкнутому кругу. Сколько раз приходилось слышать, как люди с менее или более явным опломбом говорили, что они презирают политиков, на выборы не ходят и поэтому никакого отношения к этой грязи не имеют. Наивное заблуждение. Естественно, чем умнее человек, тем меньше у него желания идти голосовать. Но результаты выборов определяются не только теми, кто проголосовал, но и не проголосовавшими. Депутатский корпус определяется не только политической активностью граждан, но и их политической пассивностью. Так что пассивные избиратели, гордящиеся своим неучастием в выборах, должны помнить, что и по их вине в представительные органы власти попадают всякие недоучки с примитивным набором предвыборных слоганов. Глупец всегда безответственен. По большому счету ему все до лампочки. Поэтому он так легко поддается манипуляторскому воздействию со стороны закомплексованных болтунов, поддавшихся в политику в надежде избавиться таким способом от своих комплексов. А вот умному человеку должно быть присуще чувство ответственности. Ведь ему уже не все равно, кто будет править в его городе, в Волости и в стране, в конце концов. Или я ошибаюсь, Иван?